Всем привет, с вами Михаил. И сегодня мы продолжаем нашу китайскую кампанию, 17-я ее часть, в игре Ultimate Admino Threadnoughts на версии 1.5-1.6 Live. Опять же, по поводу версии 1.6, пока что отзывы довольно противоречивые, местами даже негативные, поэтому пока что, пока что сейчас, я еще не сильно горю на нее переходить. Вот, поэтому кампания продолжается. Аналогично у нас пока что ситуация с мультиплеером. Опять же, пишут, пишут, просят люди, сделать стрим по мультиплееру, сделать битву проектов, прочее-прочее. Я бы сам с удовольствием это сделал и очень был бы даже рад, но пока что, буквально сегодня, зашел опять же в дредноуты, снять красоту серию, и начал я ее с того, что игра у меня на примерно 600 мегабайт обновилась. То есть, ну вот, опять же, ждем пока какой-то более-менее стабильности, потому что хорошо стрим по мультиплееру это я провести и проведу. Итог, для него нужно сделать самому себе корабли, так, чтобы они в момент стрима были бы хотя бы актуальны, это было бы очень неплохо. И при этом в стриме было бы неплохо бить заранее о таком. Ну а битву проектов, опять же, на версии, которая меняется, каждую неделю проводить, но это не дело, мне кажется. То есть, будем пока ждать, будем пока ждать. Кроме того, опять же, отвечу еще на один вопрос, который мне довольно часто сейчас стали задавать. В комментариях уже под каждым видео спрашивают, буду ли я обзревать, проходить игрушку Sea Power. Да, буду. Смотрите, ситуация такая. Она официально выйдет в ноябре. Вот сейчас пока что некоторые западные блогеры получили к ней ранний доступ. Вот, я пока что не получил. Может быть, когда-то получу немножко раньше, может быть, нет, я не знаю. Но как только она окажется в моих цепких лапах, да, то, конечно же, безусловно, я ее вам покажу. Вот, сыграю, пройду с удовольствием, потому что игра, вот, потому что я вижу сейчас, на мой взгляд, очень даже стоящая будет. Вот, очень даже вполне себе интересная. Вот, ну, пока, пока вот нет у меня, к сожалению, на компьютере, да, поэтому как только, так сразу. Вот, единственное, что я могу ответить на этот вопрос, здесь, сами понимаете, зависит не от меня. Вот, как выйдет в Стиме, да, я ее с удовольствием куплю, опять же, да, и буду ее для вас, и для себя в том числе, проходить. Вот, если дадут разработчики как-то раньше, попробовать, потрогать, может быть, ее, скажем так, русскоязычным блогерам, то смогу раньше. Ну, вот, тут пока, к сожалению, не от меня зависит. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать, да, про Лейтенанта Дэна, опять же. Так, давайте-то сейчас продолжаем кампанию. Повторюсь, 17-я серия. Поехали. Закончили мы с вами прошлую часть, которую, напомню, тем, кто не смотрел, была у нас трансляцией, да, на наш стрим. Можете посмотреть соответствующих разделе. В декабре 1917 года. Закончили на том, что на наших свободных трофеях заложили просто нереальное количество кораблей различных дизайнов. Давайте сейчас кратенько их вспомним. То есть, во-первых, это у нас, конечно же, линкор Линь Цзэсюй. В честь довольно патриотичного китайского чиновника, да, который всячески боролся у нас с коррупцией, боролся с распространением опиума в Китае. Вот, как раз во время всяких опиумных войн. Линкор у нас однозначно мощнейший. 25 узлов, 378 миллиметров. Вот, ну, как-то построены по последнему слову техники. Ну, как построены? Еще не построены, да, сейчас мы их только с вами заложили. С 17-го года они у нас. И опять же, судя по всему патоннажу, они у нас сейчас крупнейшие линкоры, потому что 39 тысяч тонн, почти 140 тысяч тонн. У нас, допустим, для сравнения, да, ближайшие к ним наши лунваны. Давайте сейчас даже посмотрим, интересно. Легуан, легуан 28 тысяч тонн были, да, то здесь у нас на 10 тысяч тонн больше, даже, ну, практически на 12. Кроме того, у нас эсминцы Даньхэнь. Это у нас эсминцы торпедные с 9-ю палубними торпедными аппаратами. И плюс к ним вдовесочек эсминцы класса Лас-Инка Муэртас. Если Даньхэнь у нас торпедные, то Лас-Инка, наоборот, у нас такие лидеры, да, то есть с усиленным артиллерийским вооружением, 6 пушек с 30 миллиметров, 2 пушки 76, но всего лишь с одним трехкруглым торпедным аппаратом. То есть, да, у нас 2 эсминцы с разными назначениями. Один именно поддерживает торпедами, другой именно перехватывать вражеские эсминцы, вести какие-то сними дуэли. И, может быть, даже с некоторыми легкими крейсерами, да, допустим, старенькими, какими-нибудь плохенькими. То есть, вполне себе, я думаю, что 6 тридцаток скорострельных могут дать жару. Вот, сейчас у нас уже, получается, Лас-Инка построена, Даньхэнь сейчас в производстве. Давайте, опять же, посмотрим. Ну, вот, если сейчас посмотреть, у нас, видите, как раз Линдзи Сюви, три штучки строятся, и, опять же, строится у нас очень-очень-очень-очень-очень-очень много Даньхэньев. Давайте сейчас сразу, опять же, построим, поставим импорт Шанхай, потому что, чтобы мне потом просто долго не искать. Да, можно сразу, конечно, сейчас приедете в портам, я согласен, это будет у нас и дешевле, возможно, и проще, но мне проще так. Мне проще, когда все яйца в одной корзине, да, а потом я оттуда их уже куда-то развожу там по своим делам. Так, выбираем Шанхай, все. Опять же, 7 месяцев, потому что довольно быстро, чтобы не забыть. Сейчас в Шанхай у нас есть небольшой резерв по эсминцам, плюс еще от Шейлона 2 у нас стоят, два линейных крейсера. И, кстати, у нас сейчас вопросов, почему они здесь стоят? А давайте куда-нибудь выведем их в море? Тем более, что у нас сейчас высадка австралийский Перд, да, хочу из себя маленький континентик. Как уже пошутили в комментариях, да, аппетиты нашего морского министра растут. Если в партии за Испанию я хотел всего лишь островок Мальдивы, да, то теперь я хочу уже маленький свой континентик личной Австралии. Ну, красиво жить не запретишь, почему бы и нет. Так, давайте сейчас два Шейлона отправим. Два хода как раз отлично. Два Шейлона, Дзянь. Ну и сколько? Я знаю, какую-нибудь троечку Лас-Синька Морта мы отправим сейчас вот именно сюда. Такое усиление. Причем, в смысле, да, добавили с минца, видно, за счет большего хода нам игра пересчитала, что будет у меня вообще через один ход. Ну, шикарно, потому что сейчас у нас вперед всего лишь 29%, и это, мягко говоря, мало. Это, мягко говоря, очень мало. Надо бы, конечно, побольше. Можно, конечно, было переместить наших Легуанов. Они здесь, под Сингапуром, но проблема в том, что, видите, они, по идее, идут, но у них сейчас путь заблокировался. Одно, с одной стороны, получается, стоят британцы, с другой стороны, сейчас стоят советы. То есть, тут как бы не пройти пока что. Может быть, в следующем ходу ситуация у нас изменится, я не знаю. Так, кроме того, у нас сейчас подводные лодки вышли к месту действия, и остальные эсминцы у нас расфасовываются. Единственное, что меня смущает, смотрите, у нас 14 эсминцев, получается, сейчас идут в одной группе. И вот, мне кажется, что-то здесь должно быть не то, да, потому что какая-то странная фигня. Не могут они идти одной группой в одну точку. Вот, ну, может, как-то сейчас расфасуются. Но, вообще-то, должно быть часть меня идти в Африку. Там парочку на Гильгалант у меня шло еще. Ну, вот, тот же самый Джибути. То есть, там были эсминцы. Видно почему-то, почему-то в прошлый раз на стриме немножко, видно же, под самое завершение я это дело упустил. Они пошли всей одной группой тупо в одну точку. То есть, вот это печально, конечно. Ну, что поделать? Да, видите, здесь у нас трешки шифо. Ну, я думаю, в принципе, можно даже прямо сейчас их, пожалуй, будет расфасовать. Ну, черт с ним, пускай дойдут. Потому что сейчас, видите, маршруту пока такие русские, так мне кажется, поломаны. Вот, поглядим. Давай сейчас, начиная, 18-й год. Начинаем его, в принципе, на мажорной ноте. Так, вот как раз нас возле перед атакует подводная лодка Е5. Ну, благо, что у нас как раз наша лосинка Моритес уже с акустикой из глубинной бомбы. Поэтому, я думаю, что здесь ничего не светит. Давайте автобой. Да, потопили. Наконец-то потопили мы британскую подводную лодку. Ну, британские подводки, напомню, отличились тем, что смели потопить на крейсер. Ни много, ни мало. Не считая кучи транспортов. Так, вот, Джибути получил сейчас удар. Ага, смотрите-ка, наши Легуаны как раз под Сингапуром, да, где-то в Малакском проливе. Перехватили два линкора типа Булварк, если я правильно понимаю. Нет, Булварк у нас немножко отличается. Вот, Куэн Лиза бы забыл, типа, линкора английского здесь. Не раз он нам уже попадался в этой компании. Вот, ну, тем не менее, надо бы сейчас добивать однозначно, потому что скадра довольно большая, довольно представительная. Давайте, тем более, что преграждает нам путь все выхода отсюда. Битва. Как раз, мне кажется, будет хороший разминочный бой у нас, потому что, опять же, победа наша на новых наших Легуанах. Ну, как новых, да, относительно новых. Но британцами это очевидно. Вот, но тем не менее, посмотрим, что они смогут нам сделать, потому что уже подкидывали неожиданности нам. Ну, в частности, можно вспомнить, как раз на стриме последний бой нашей Панды, да, с Куэн Мэри. То есть, там была такая рубка, что у него самого дух захватило. Так, у нас, тем более, смотрите, еще и мало топлива в этой скадре. То есть, судя по всему, оказавшись в проливе, у нас, естественно, снабжение пошло по одному известному месту. Так, что у нас на линкорах? На линкорах у нас 20% топлива, то есть, ну, в общем-то, тоже, да, тоже оно сейчас кончится. Более, тут у нас дома уже, в принципе, практически закончилось. Ну, ладно, что поделать, что поделать, будем терпеть, будем терпеть. Так, ладно, давайте-то сейчас не спеша пойдем к противнику. 18 узлов, ну, тем точнее будем попадать. Стряц, скажу, ставим бронебойные. Так, легкие крейсера у нас уже тоже без топлива, да, еще и потрепан. Давайте, наверное, легкие крейсера сейчас пока что поставлю в... Хотя нет смысла поставить к вершим за линкорами. Нет, пускай так идут пока с правого борта. Так, на нормальных интервалах противник у нас по курсу, да, судя по всему, да. Противник по курсу. Ну, так, тогда идем двумя колоннами. Единственное, что торпеды отключу, пожалуй, а то сейчас знаю этих любителей покидать торпеды через мои линкоры. Поэтому нет, не в эту смену, да. Все, идем на противника, вот уже и противник у нас. Тут же мы его с вами заметили. Везем огонь над своими башнями, это, конечно, хорошо, но мне это не очень нравится. Поэтому давайте сейчас поворот влево. Как раз у нас эсминцы, получается, будут на подбойном борту. Потому что эсминцев сейчас толку много не будет. Не думаю, что мы пойдем в торпедную атаку. Вот, а легкие крейсера как раз немножечко мне линкоры прикроют. Все, отлично. Причем линкор, он даже немножко еще сбавил бы ход, но после поворота, пожалуй. Да, головной Лигуан сейчас, смотрите, да, уже зал бронебойками полного борта. Отлично. И даже попал, и даже попал в башню куда-то. Отлично. Британцу. Все, сейчас сделаем кроссинг-Т, опять же, да, реализуем наше прям дикое преимущество в количестве стволов. Потому что у нас каждого линкора может бить по 10 орудий. У нас в 3, итого 30 снарядов, как бы, да, летит в них каждый... Сколько здесь каждый у нас получается? Каждые 46 секунд, что довольно много. У противника, конечно, меньше. Тем более, что, видите, пока что не могут работать только носовые башни. Хотя, может быть, уже и кормовые, кстати. У них тоже мало топлива. Ну, конечно, здесь сладный не кроссинг-Т будет у нас, но плюс-минус бой на параллельных курсах. Меня это пока устраивает. Меня это пока устраивает вполне. У меня здесь огневое преимущество по главному калибру, поэтому... Чего бы нет. Да и по защите мэринкора, в общем-то, не хуже британских, а то и лучше. Да, есть у нас сквозное пробитие уже в передний пояс. Отлично, наконечность. Так, еще сквозное пробитие. Ну, вот бронебойка, да, с дистанцией получается у нас 18 километров. То есть сейчас уже можно оценить, да, вот дистанции боя. То есть если начинали мы с вами компанию, там было у нас 5-8 километров, то сейчас вот 15-15-18, да. Красиво, так сряд полетел, смотрите, как болванка падает в воду. Бульк. Ну вот британец уже немножечко получил, уже понял, да, что бой для него будет жарким. Потому что, опять же, оцените угол, да, что у нас падают наши бронебойные снаряды. Градусов получается почти под 45. Ну, может не 45, но 30-то есть точно. Так, сменили наш линкор и цель, потому что британец у нас стал перестраиваться. Ну, его право. Будем, да, будем сейчас бить по-головному. Вполне себе рабочий вариант. Так, легким крейсером повернуть. Линкором у нас маневры закончили. Линкором-то сейчас ход 15 узлов, не будем никуда спешить. Даже меньше нашей оптимальной скорости. У нас оптимальный ход 16 узлов. Ну, будет поменьше, не страшно. Так, эсминцы, пускай немножечко, но вперед, да, выходит хорошо. Будут у нас такими впередсмотрящими. Пройти, не кричите, пока что он плохо. Видимо сейчас минус нашего боя, потому что, вот если у британцев есть топливо на легких кораблях, они будут нас видеть, а вот мы их нет. Так, а нам, кстати, тоже закатали в башне, притом броню упомяли довольно сильно. Не пробитие, но очень неприятно ее там пошатали, скажем так. Так, где-то какие-то заклепки там отвалились, у нас, да, где-то там что-то еще. Вот, поэтому. Так, и в Лигуан сейчас, мне кажется, еще прилетит. Нет, нет, перелет. Перелет у нас, видите, попадание сейчас стало меньше, сильно меньше. Хотя точно 13% нужно попасть, по идее. Так, в Лигуан сейчас я опять не прилетел, отлично. Повезло им, хотя летело как будто бы в него. Мне кажется, не скороход, а это британские опять. Вроде бы нет. Хотя идет быстро. На скидку узлов 30 он делает. Видите, сейчас снаряды ложатся по корме у нас. То есть такое ощущение, что наш комендор как бы сами офигевают от того, с каким ходом он идет. Так, но затопление мы ему сделали по носу, прекрасно. Так, и пошел он сейчас пристеливается по нашим легким крейсерам. Давайте крейсерам-то лево на борт и дымы. Сразу же дымзавесу включил, чтобы не рисковать. Дистанция сократилась до 13 километров. Ну, что ж, вполне, вполне. Так, залп. А что, друг одним орудием? Ага, вот остальные пошли, отлично. Лигуан, Канси у нас и Шуин. Это еще одно попадание сейчас в дымовую трубу у нас было, уничтожили ее на Лигуане. Ну, не критично, потому что Британия здесь явно получает гораздо более сильно, чем мы. Такие прям суровые звуки падания и взрывов к нему. Сейчас явно еще один будет прилет. Но рикошет, смотрите, рикошет, да, с такой дистанции пошли рикошеты. Ну, это зависит еще от стреляющего корабля, потому что где-то рикошеты, а где-то и нормально попадают. Так, давайте к нам потихонечку уже на правый борт надо переставиться. Все, видите, противник сейчас не принял бой на параллельных курсах. Противник сейчас, получается, отрагнул влево, да, и пошел нам как бы на контр-курс, уже охватывая нам наш рейергард, скажем так, в лице легких крейсеров и замыкающего линкора. Ну, вряд ли им это поможет, хотя попытка, конечно, интересная. Тактически, как бы, да, то есть сейчас, получается, наш головной линкор немножко как бы вышел из боя, он далековато находится и под невыгодным углом. Ну, ничего, это ненадолго, это ненадолго. Так, и плюс легкие крейсеры, а не хотите упыли на торпеду? Что у нас там по торпедам вообще? Так, дистанция у нас 3 километра, понял, не хотите. Смотри, как мы постараемся вас не подпускать, ладно. Так-то бронебойками неплохо крошим противника. Линтификации, конечно, пока нет, но явно уже там подсточили его нормальный ход, сбили. И все остальное. Опять же, видите, сейчас пушки выбиваем. Противник уже горит у нас, уже явно бортовые башни уничтожены, одна вот здесь. А может, даже и не одна стройка уничтожена. Так, ладно, пока давайте на Х5. Да, я думаю, что мы сейчас с Emperor of India дотопим. Ну, они, конечно, пытаются сейчас, да, пытаются взять наши легкие крейсера, но вряд ли. Хорошее затопление на свои оконечности. Так, ну и плюс мы видим все остальные корабли британцев. Куманализм быть немножко отстает сейчас, но вот эсминцы за ней идут. Так, крейсера, видите, сейчас вот я сделал очень плохо, я створил крейсера и линкоры, потому что немножко позабыл про крейсера. Ладно, сейчас, в принципе, не так критично нам, хотя, конечно, я тут практически слокнулся, и в бою это был бы ужас-ужас прямо. Благо, что сейчас я думаю, что... Ух ты, нет, смотрите-ка, блин, крейсер 1 потеряли. Причем потеряли от 6 попаданий буквально, но, правда, крупного калибра, 281 мм. Наша старенькая Великая Стена. Жалко, жалко крейсеру. Он, конечно, уже устаревший, но все равно жалко. Жалко кирпажам. Причем, я думал, что сейчас получит у нас этот эшхоу, да, но вот нет. Он так расстроился с линкором, не получил ничего, а замыкающий нам выбили. Ух ты, слушайте, а больно, больно, больно. Легуан получил, сейчас вынесли вторую трубу нам, плюс палубу пробили. И еще фугас нам. А Эмперафуни здесь сразу достойно держит удар, смотрите, прям вот реально достойно. Вроде и бьем ее бронебойками, а вот как-то так. Причем она же развернулась даже на обратный курс, легла с креном дайте диким на правый борт, затопленными своими отсеками. Но тем не менее держится, держится зараза. Хотя явно ненадолго, ведь у нее корма пошла уже течь, все. Пробили ее в корму. Так, ну и отлично, давайте сейчас добиваем туда. Все, есть, Эмперафуни готова. А то уж сильно больно стало нас доставать. Легуана давайте сейчас до покойной Элизабета добьем. Так, рейсера, давайте это право-наборот, пока что-то в сторону этих дымов пойдем. Хотя вдвоем опасно, нет, давайте пока просто право и потом за линкорами подстроимся. Так, осминится нормально, пока идут у нас... Так, Легуан, затопление, минус два отсека. Под носовой башню, под борьбе, это опасно, не было бы флэшфайра. Так, у Элизабет нам с дистанции кодис 10 км навешала. Больно навешала, надо признать. Точность 48% у него, смотрите, 49%. У нас у Легуана сейчас 18%, но мы только начали перескелку. Поэтому все впереди. Но Легуану, мне кажется, пора перестраиваться, конечно, на замыкающие корабли уже с такими повреждениями. Ладно, пока еще потерпит, давайте даем залп. Посмотрим, что он будет со следующим прилетом с Куэна Элизабета. Тем более, точно, смотрите, у них подупал, вроде бы до 5% даже. Так, вот Легуану и промахнулся. А, почему упал? Потому что, видите, они пошли вести огонь по эсминцам. Я уж не знаю почему. Ну, может, логично. Они, конечно, не знают, сколько у нас топлива, да? Я думаю, сейчас эсминцы там лихую тропедную атаку выйдут, сейчас всех там потопят. Но нет, нет. Увы, бот, но нет. Не смогу. Так, эсминцы, эсминцы, тропеды тоже на 3 километра. Плохо, конечно. И плохо, что мы сейчас, опять же, потеряли британские крейсера, да, и миноносцы, и все вот это вот. Слушайте, все-таки крейсера по пресну, поотправить против британских крейсеров. Пускай, может, хоть что-то увидим, хоть что-то сможем разведывать там. Может, с линкором-то мы и сами справимся. Эсминцы поддержат, опять же, здесь, да, по мелким кораблям. Тут два дыма, это явно крейсера, и я бы не хотел их отпускать. Хотя бы просто подсветить, да, потом, допустим, замыкающему Чуин, наверное, их поддержу огнем. Черт с ним, с Куин Лизабетом справятся и два линкора у нас. Просто главное их увидеть. Потому что сейчас, иначе мы топим Куин Лизабет, и британцы будут уходить. А я бы этого не хотел. Так, бронебойки у нас таких углов сильно рикошетят. Давайте-ка пока фугасами дадим пару залпов. Мне кажется, будет полезно для Куин Лизабет. Получит домашний стабилис, и все дела, как бы, да, экипажа поубиваем. Видите, на X5 как хорошо стало и залетать. Главные башни, орудия постоянно. Так, ну, правда, и в крейсерам стало хорошо залетать. О, все, 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 все. Здесь я уже, да, все плохо. Смотрите, наши стены прямо с одной, ну, с одной, тут два попадания у нас, и все, они тонут. Нет, надо сейчас бежать, бежать из боя. Два крейсера, руки, как потерял. Да, старых, но мне их очень жалко. Надо убегать в дымы и убегаем, все. Британцы нащупали, слабое место мое. Так, давайте-ка, по Куин Лизабет уже бронебоями попробуем. Тут вроде уже прямо под 90 практически, у нас угол попадания будет снарядов, поэтому... Давайте-ка, тем более пристрелились, по 30% уже точности. Сейчас бронебоями дадим жару. Так, а головной мой Лигуан, смотрите-ка, пошел бить уже по крейсеру. Ну, может, даже неплохо, может, даже неплохо, но два остальных давайте-ка все-таки бронебоечками, да, и работаем в Куин Лизабет. Тут без вариантов. Ну, Лизабет пока что минус на своя башня, минус настройка, да, и затопление в носу. Еще не смертельно, хотя уже где-то близко, да, как будто бы... Тем более, что летит еще один зал бронебоек у нас. И попадание. Ужасно громкое попадание какое-то. Ну, как есть. Так, все, отлично, давайте пока на Х5 разбираем противника. Или он разбирает нас, как посмотреть, да? Ну, по крейсеру, у нас, в принципе, головной сейчас лупит уже не зря, потому что еще и сейчас Чумпин у меня переключился. Нет, давайте-ка добиваем места. Чтоб два линкора бил у нас по противнику. По линкору противника, один по крейсерам. Так, эсминцы у нас еще и получили торпеду, да, е-мое. Что-то я невнимательный сегодня в первом бою в этом. Так, ладно, расслабился, называется. Давайте-то эсминцы, вы право на борт, прикрываете товарищи дымами. Ну, товарищ, без машин тут... Может, и не потонет, не знаю, может, и не потонет. Пока застопаем им уход. Согласно, торпеда не пошли в линкор, это хорошо. Так, эрвалис, сейчас топим тоже отлично. Надеюсь, что топим. Что у нас там с ним? Ну, и открыть их по сравнению 35 узлов, которые скороходы их не... Так, Куэнэ Лизабет, ну все, Куэнэ Лизабет, все. Куэнэ Лизабет надобили. Давайте линкор, то есть, прямо фугасы переключить уже. Потому что Куэнэ Лизабет закончилась. Лигуан, давай сейчас на про пояс. Кангсина, Еруалис и Чуин куда-нибудь там пояс минус, по-головному хотя бы так работает. Там дальше разберемся. Сближаться пока сильно не буду, что опять же торпеда... Видите, допустим, Руалис сейчас разогнался, и она подходит близко. Из другого бортных может пустить, и, скорее всего, гад еще и пустит. Я почему-то так думаю, что может и успеет. Тогда давайте, как анастично, конкретно бронебоечки дадим, потому что на бронебоечках будет получше. Ибо этот гад явно хочет у нас пустить торпеду. Так, 19 торпедных аппаратов у него отлично. Но не всех, смотрите, есть у него еще торпеда. Не всех. Частично БГБК детонировал, но не весь, увы. Так, концы перешел на снабеглый огонь, потому что по одной башне отдельно стреляет. Молодец. Так, еще Руалис уже пошел Чуин навешивать тоже. Ну надо, надо, сейчас прям всем надо. Все они переключились, смотрите, на Руалис уже. Надо топить, потому что сейчас подойдет на тропедный зал с борт, это будет прям дико больно. У него получается тропедный сейчас по левому борту. Видите, еще остались, повернуты в корму, но такое. А потом сейчас затонет, скорее всего, гад может успеть пустить. Нет, не успел, отлично. Все, давайте Легуаном право на борт, немножечко и по про поясу. Так, и давайте я на автоснаряду поставлю, убирайте уже сами. Что я вам тут подсказываю, да, в конце концов? Сами можете бой выиграть. Все, добили, молодцы. Так, эсминцы, эсминцы сейчас у нас следующие будут, если мы их, конечно, увидим, потому что не факт. И ход большой, да, по скорости, и видим мы их сейчас плохо. Хотя дымы, хотя дымы, то, что мы ходим в дымах, само по себе уже хорошо. Может хотя бы одного какого-нибудь и убим. Но, кажется, как будто бы нет, ведь они пропадают уже, и все, и ничего сделать не можем, к сожалению. Да, все, протянет у нас куда-то к юго-востоку, но, в общем-то, все. На всякий случай, давайте сейчас сделаем разворот за ним. Даже если у нас идут тропеды, мы хотя бы будем к ним носом. Так, а дымы закончили, смотрите, да, протянет привился, и куча залпов в него полетела. Но, опять же, точность, точность тут процент, полтора. Слишком быстро они, 32 узла. В них тупо сложно попасть за скоростью. Игра предлагает энд баттл. Ну, сейчас, если еще исчезнут, то, конечно, да, может быть, залп еще один дадим, может быть, получится сейчас кого-то взорвать, там, не знаю. Ну, вряд ли, я в это не особо верю. Да, энд баттл. Ринкоры, конечно, сегодня молодцы, даже без топлива, да, вот именно по огню они противника сделали. Но мой микроконтроль меня сейчас подвел. Ну, чуть было не потерял эсминец, хоть старенький шифон, но все равно жалко. И потерял два стареньких легких крейсера. Шанг-шэнг, наши, да, наши китайские стены. Жалко, крейсера старенькие, да, но вполне себе могут принести пользу. 28 узлов, тем более, как раз с прождением легуанов, они очень даже хорошо смотрелись, но... Но, увы, погибли. Покидаем. Но, тем не менее, мы победили. Получили довольно много виктори-поинтс. 28 тысяч чистых маздоход есть. Противник потерял два линкора и два крейсера. Так, плюс противник потерял дофигища транспортов. Смотрите, просто у нас везде не теряют, буквально везде. Мы потеряли всего 4. Отлично, отлично. Так, шведы с испанцами. Мы начинаем на Тибет в Кашмире наступление. Ну что ж, классика, да, по наступать в Кашмир, поевать индусами за Кашмир... Китайцами за Кашмир, почему нет? Так, ладно, давайте посмотрим что-то по политике у нас у британцев. У них осталось, ну, в смысле, не так много, всего лишь 4 линкора и 2 линейных крейсера. Один минус, они, смотрите, могут скоро вступить в союз с итальянцами. Вот, конечно, мне только этого еще не хватало, но... Итальянцев плод, в принципе, не сильно большой, хотя, опять же, 2 линкора, 8 линейных крейсеров у них есть. Это будет проблемой. Так, а у нас с итальянцами отношения как раз немножечко падают. Это плохо. Это совсем плохо. Ну ладно, пускай будет как будет пока. Пока не буду никак влиять. Так, у нас конвой под Бурнеем. Здесь наш один из представителей Баянов будет атаковать 2 легких крейсера. И, честно, мне пока немножко лень давать на автобой попробуем. Да, потопили им аргонавта, отлично. И Медей у нас, пользуясь своим большим ходом, сбежала с повреждениями. Квахара делалась легкими повреждениями. Ну, прекрасно. Баяна, молодцы. Вот, повторюсь, как антирейдер, как и задумываюсь, они действуют отлично. Просто никаких вопросов к ним нет. Так, что у нас здесь по поводу эскадры? Да, эскадры у нас сейчас получилась дичь. У нас сейчас в Южной Атлантике 14 эсминцев, причем почти все они без топлива что-то делают. Так, надо как-то мне их сейчас раскидать. Давайте мы сразу же отправим с вами... Ну, я не знаю, хотел бы еще отправить Гильгалант, но отправляйте сейчас вокруг всей Африки. И побережье Европы, мне кажется, суицид для этих эсминцев будет. Поэтому давайте отправим ее вот сюда. Так, а здесь у нас даже есть, да? Вот броненосца можно отправить точно сейчас. Давайте Лассинька сам. Раз, два, три. Ну, хотя бы три эсминца этого типа мы отправим для броненосцев, да? Так, ну и больше пока никого не могу, то что надо всех выделять. Вот сейчас получила геморрой, она будет там 3-4-5 ходов, просто отправьтесь эсминца по разным точкам. Так, давайте, ладно, раз такое дело, у нас Шанхай есть небольшой резерв. Я предлагаю сейчас в Джибудь отправить сразу две штучки таких эсминцев у нас. Перемещаем их сюда. Так, и также Шанхай, давайте сейчас выберем, где у нас Шанхай, вот выберем, вот у нас Шанхай. Выберем два эсминца, отправим куда-нибудь, куда-нибудь, куда, надо подумать, да? Где нам надо защищаться от британцев? Здесь у нас какая-то из кадров стоит, четыре эсминца, Кампонг, Сайгон. Давайте в Сайгон, на всякий случай в Сайгон пока отправим их сюда, все. Опять же, в Желтом море у нас с Варером есть два эсминца. У нас Синька моря, это Смолох, тут отлично. В Африке у нас что, получается? Здесь крейс, две эсминца, кто? Джеки Чан, Лас Синька, Лас Синька, отлично. То есть здесь у нас два эсминца этого типа тоже есть. То есть, ну вот, куда-то они, получается, дошли, да, куда-то не дошли, это печально. С броненосцами только штучки Шефо, которые, в принципе, боевой ценности мало представляют, и по-хорошему Шефо мне нужно будет сейчас переоборудовать каким-то Минзаги, мне кажется. Вот это было бы более актуально. То же самое Джибудь поставить, парочку таких Шефо с минами. Ну, верши освободятся, сделаем, да? Сейчас у нас, видите, перевес, причем жуткий, по верфям, ну, потому что у нас сейчас Лигуана пошли на ремонт, это понятно. Ну, ладно, пока я даже не буду ничего с верфями делать, потому что здесь через месяц, видите, у нас очень много чего с ремонта выйдет, там наш освободится, поэтому потерпим. Все, давайте пока следующий ход. Тем более, что торпедные эсминцы прямо сейчас пока что мне не сильно нужны, потому что, опять же, британцев осталось мало тяжелых кораблей, мало достойных целей для торпед. Сейчас, опять же, мне какие-то антирейдеры, да, что артиллерийское более нужно, чем торпедное. Так, давайте какую-нибудь еще высочку сделаем. А то, кто британцев и оставил кошмарить, это плохо. Так, а где наши сейчас Лунвана, мне интересно. Так, где-то мы их с вами оставляли на каком-то острове, надо только вспомнить, вот, на Рататонге мы их оставили, Ратонге оставили. Что у нас сейчас с ними? Они пока что у нас на ремонте, видите, урон, мы вот чиним. Ну, что ж, справедливо. Чиним, топливо пополняем. Так, и нам Лунвана, по идее, надо модернизировать. А есть у нас какой-то проект модернизации на них? Давайте посмотрим. Судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Интересно. Интересно, потому что можно... Ой, много всякого с ними сделать. Так, давайте посмотрим, вот я сейчас немножечко переместимся сюда. У нас Лунван, последняя модификация была с вами до аж 908 года. Это, конечно, очень долго. Надо сделать что-нибудь посвежее. Так, точно мы ее не делали с вами на схеме? Нет, не делали. Не делали. Мое упущение. Ладно. Тогда смотрим и сейчас делаем модернизацию. Так, вот наш Лунван. Да, очень и очень и очень давненько не было на модернизации. Видите, новые орудия появились, уже не помещаются. Стоит садки в башне. Ну, благо, что 13 дюймов хотя бы МК-3. С ними проблем нет, это хорошо. Но с 130 надо что-то с тем делать. И плюс у нас Лунваны еще угольные. Еще угольные. Давайте все, меняем сразу же котлы уже на масло. Я, конечно, фиг знает, как они на ротонге это будут делать. Но как-то будут. Не знаю, какая-нибудь плавмастерская к ним там придет. Хотя, мне кажется, тут даже толку она особо не сделает. Но как-то будут. Не задаю лишних вопросов. Меняем турбины. Котлы давайте пока оставим. У нас КПД двигатели с запасом. С очень большим даже запасом по дальности, по всему. Так, броню поставим КРУП-3. Немножечко облегчить, сколько вес у нас освобождается. Это отлично. Но минус в том, что у нас заряжа башни. Так, цитадель может быть третью поставим. Давайте схему бронируем немножко изменим. Что еще? Приутру лей можно электро-гидро поставить. Первый вспомогательную силовую установку до второго уровня повысим. Барабе это нормально. ПТЗ-шка третья. Тоже можно немножко каких-нибудь там трупов ставить, подноварить. Какие-нибудь булей. Пускай будет. Так, заряд у нас, видите, еще на баллистите, ребята, ходят. У нас уже и крадита, да. И трубчатый порох есть. Давайте трубчатый и дунито ставим. Так, перезарядка у нас пока что повышенная. Ничего лучше нет. Ну, привод башни электро-гидро меня устраивает. По поводу акустики. Давайте поставим гидроакустику. И, пожалуй, дальномеры. Стерео-2 сейчас воткнем. Вот как-то так. Так, что мы будем делать с вами со средним калибром? А, снаряду еще надо баллистическую вторую крышку поставить. И здесь, наверное, не мягкую, а тоже баллистическую. Воткнем. Так, получится ли тебе башню просто подвинуть? На самом деле, да. Просто получится. Почему бы и нет? Тогда сейчас так и сделаем. Так, вот так. Вот так. Отлично. Вот у нас все уже и вмещается. Все хорошо, да. Вот наши первые линкоры, лунвана. Запас по модернизации у них получается очень даже хороший. У нас появился. Ну, получилось, точнее. Не появился, а получилось. Так, вот можем сюда поставить. Конечно, немножечко у нас она будет свешиваться. Но, в принципе, даже и не будет. Не будет нормально. Пойдет. Пойдет. Так, давайте сейчас последнюю тоже башню ставим так покрасивше. Ну, вот как-то так. Нам, конечно, игра пишет, что некоторые орудия имеют плохие сектора обстрела. Но это явно баг, потому что тут вроде бы все хорошо у нас должно иметь по секторам. Ну, как будто бы да. Как будто бы да. Так. И все это богатство на 16700 тонн. Вот реально очень интересный корпус такой получился. Да, очень выгодный в плане соотношения вооружения, да, и водоизмещения. Так, а что, может быть, у нас с таким КПД-ш ход повысим? У нас 30 с узлов. Давайте 32 воткнем. А что нет-то? Воткнем. Да легко. Смотрите, у нас лунваны стали еще линейным крейсером заодно попутно. 32 узла. Да, неплохо. Совсем неплохо. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по ЦПД. Что по поясу. Может быть, пояс, да, 320 поднарастить. О, можем даже до 400. Даже влезает, смотрите, ничего себе. Ну, давайте до 400. Почему нет? Раз хватает, то да. Так, палубу главную до 60 мм хотя бы увеличим пока так, наверное, да. Что у нас передний пояс, кормовый пояс можно сбалансировать, хотя смысла нет, да. Ну, 0-1 нос, ладно, потерпим. Бывая рубка у нас 300, давайте до 450 доведем. Пригодится. Так, внутренний пояс можно до 150 тоже поставить, чтобы совсем живучесть. Ага, нет, не можно, да, до 100 хотя бы можем? 100 можем. У нас, по идее, внешне хорошие, ну, ладно, так. Так тоже, так и палубу я поставил бы внутреннюю до 30 раз. Такое дело, потому что палуба сейчас слабое место этого линкора, безусловно. Но как есть. Так, и смотрите, у нас 330 мм не имеет никакого удлинения. Я бы поставил процентов бы на 8 хотя бы. Так уж, на опыте знаю, что 8 будет, скорее всего, нормально. Да, будем бить мы на 26 км. Поэтому, ну, будет так. Так, а универсально, если бы на 12 по максимуму? Влезаем, влезаем. Отлично, и казематор тоже по максимуму. Так, ну, правда, сейчас немножко не влезаем по водоизмещению. Это печально. Давайте сейчас экономим где-нибудь, на чем мы сэкономим с вами. Не поезд, давайте поставим 80. Так, у нас 76 тонн еще. Не хочется, конечно, брать со мной поезд, трогать. Но если вы не трогать, что мы можем облегчить-то облегчить? Да, пожалуй, даже ничего у нас. Да, или, конечно, можем уменьшить, это понятно. Да, то у нас так 14 тысяч довольно большая. Но раз уж если один корон с такой эскадрой получается, да, тихого океана, дальность им нужна. Даже, может быть, обряд повысил, будет 16 тысяч. Все-таки топливо для них это залог здоровья. Может быть, ход все-таки понизить до ответственности одного узла? Не знаю, нет. Хотя мало что дает, на самом деле. Давайте, ладно, дальность пока ставим на 14 тысяч или, блин, или нет. Нет, давайте, как бы, скорее, реально 16 тысяч будет. Мне кажется, хорошо. Хорошо, сэкономим мы сейчас с вами на чем? Во-первых, на котлах можно поставить попроще. Дальность немножко упадет, но и вес довольно сильно упадет, да. У нас получается 200 тонн, мы выиграем, а дальность у нас падает тут буквально на 100 километров. Отлично. Так, вот что значит, хороший КПД. Что еще мы можем облегчить-то здесь? Ну, конечно, можно акустику убрать, но у нас и так здесь с ПЛО пока все не очень. Пускай хотя бы тропеды будем видеть нормально. Ну, давайте пояс, ладно, поставим на 380. Раз такое дело, ну, что поделать-то. Хотя, все равно, да, не вылезаем немножечко. Так, палуба давайте 20, тогда внутреннее. Уже получше стало. Конечности, может быть, немножечко разбронировать. Давайте кормовый пояс на 95 и 90, а носовой это получается не 100, а где-нибудь там 95. Вот так пускай будет. Так, еще у нас 146 тонн остается, да. Плохо, плохо. Так, где мы их возьмем? Дальность, вроде, длину столов уменьшать точно не хочу и точно не буду. Барбеты у нас и броня башен так слабоватая. Давайте это основной пояс, да, 350-100, чем немножко. В конце концов, у нас все-таки такой ближе к линейному крейсеру корабль, да. Поэтому это будет справедливо. Так, у нас немножечко еще остается здесь водоизмещение. Давайте как раз в броню башен сейчас вложим чуть-чуть. Да, 300-150, может, те же самых. Нет, не доведем 350. Слушайте, а может, доведем, давайте, 350 броню башен, да. Их верх башен сделаем сейчас по 60, вот так, если. Ну да, вот идеально. У нас получается палуба 60, ну и башня будет 60. Конечно, башня слабовата, я понимаю, да. Здесь можно будет передать привет флешфайерам, но не знаю. Либо, конечно, ПТЗ-шку снизить, тоже вариант. До второй. И там получаем еще 300 тонн. 300 тонн, мне кажется, все-таки не стоит ПТЗ-шки, на самом деле, сейчас. Здесь уж больно урона торпеда, да, и затопление у нас все-таки снижается. Поэтому пускай будет так. Ну вот как-то так, Лун Ван 3 у нас будет, 18-го года модификация. На мой взгляд, хорошее. То есть, да, ценой замены машин, мы сильно облегчили корабль, очень сильно добронировали, добавили еще два узла хода, плюс добавили дальность, что, опять же, в условиях Тихого океана весьма себе важно. Сейчас в зимовке, конечно, уже не бог есть какие-то орудия. Очень скоро они по своему калибру устареют. Но, опять же, топить какие-то крейсера, да, топить старенькие линкоры вполне себе хватит. Поэтому, да, сохраняем и будем сейчас перевооружать. Так, давайте посмотрим, сейчас сможем ли сразу кого-то переоборудовать. Нет, пока не можем, потому что сейчас не все в ремонте. Ну, как сможем, так сразу и сделаем модернизацию. Ну, в смысле, 32 узла у нас Диане столько дают, наши легкие крейсера. Наши линейные, допустим, вот те же самые Шейлон дают 28 узлов. То есть, Лонван у нас забронирован лучше, чем Шейлон, да, получается. Несет, конечно, немножко более слабое вооружение, безусловно, но ход на 4 узла больше. Неплохо, неплохо, Лонваны, молодцы. Так, ладно, тогда вторгаться что? Вторгаться мы пока больше никуда не будем. Будем сейчас пытаться брать Перд дальше. И, смотрите, возможно, наша эскадра легуанов может таки покинуть эти неглистепримные сингапурские воды. Куда мы их отправим? Давайте куда-нибудь, кстати, вот, может быть, на Адаманские острова. В крайнем случае, никогда не поздно взять их. Нет, смотрите-ка, не могу, не могу выйти. Никуда не могу прожать кнопку. Сейчас клацаю правой кнопкой мыши, но нет, увы, не могу. Не выйти. Попали сейчас мы в какую-то ловушку здесь в Сингапуре. То есть, похоже, что выйти мы можем только вперед, а вперед нам не выйти, потому что британцы. Либо нам мешают наши подводные лодки. Давайте по ровам подлодки сейчас переместить куда-нибудь вот сюда немножечко, севернее, чуть-чуть буквально. Может быть, я так это поможет, не знаю. Не знаю, но посмотрим. Кстати, возможно, вот именно из-за этого сейчас баговались эсминцы. Вот, тоже не исключаю этого. Так, ладно. У нас здесь, смотрите-ка, эсминцы сейчас все-таки смогут на них добраться. Давайте переместим сейчас еще троечку, куда мы их принестим. Вот же будьте уже пошли у нас. Да, давайте тогда сейчас Шейлоном как раздадим новеньких эсминцев. У них там совсем печально со эсминцами. Так, раз, два, три. Я, пожалуй, даже четыре им дам. Но, правда, они прибудут через четыре хода, аж надо, конечно, пополнять бы им топливо. Слушай, давайте тогда пополним сначала им топливо, потому что, ну... Четыре хода идти к целевому месту, это, конечно, не дело. Давайте сейчас какой-нибудь в Diego Suarez их отправим. Больше их часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У нас их будет тут идти. С Хикангом он останется, две штучки, на всякий случай. А эти пока в Diego Suarez, ну и пополнять топливо. Глупо, конечно, получилось с эсминцами сейчас и с топливом. Ну, что поделать. Так, а по финансам у нас транспортность будет 26%. Наконец-то мы выбираемся с этой транспортной ямы. Наконец-то сейчас у нас бюджет будет расти. Это прекрасно. Это прекрасно. Потому что пока что, видите, даже в войне у нас уже отрицательные. Это очень плохо. Ну, потом будем сокращать флот очередное мирное время. Поэтому, если так подумать, сейчас, да, Китай, вот, моему Китаю, не выгоден мир, как это ни странно. Надо сейчас добивать британцев, отжимать, как можно больше территорий занимать, а уже потом, может быть, ныриться. Но хотя бы выбить опять же их с Индии, ну почему бы и нет, вполне себе можем. Ладно, давайте следующий ход. Так, напряженность, вот, у нас не касается британцев. Там опять меняются, и главы адмиралтейства. Индийской макеане атакуют подводные лодки. Плохо. Так, наши Лигуаны поймали еще ленинный корабль Орион в одиночку. Тут зачем-то он шастал. Ну, я даже не знаю, честно сказать, на автобой его или нет. Надо бы вручную потопить было бы неплохо, чтобы гарантированно уже вкопать его в морское дно. Давайте попробуем, ладно, автобоем решить, что получится. А, потопили. Смотрите, отлично потопили, да. То есть у нас Ганбангзи получил из минискредние повреждения, но Орион был потоплен. Ну, в принципе, реалистичный расклад, опять же, потому что вручную тоже потопил бы. И, скорее всего, тоже получил бы какие-то небольшие повреждения. Так, а вот тут уже поинтереснее. Смотрите-ка, наши два Ласт Синька Мортос вышли против линкора Суперп и легкого крейсера Тартар. У нас, по идее, ход-то больше. Мы можем отступить, потому что у нас наши Ласт Синька-то, опять же, повторюсь, не торпедные. Да, они у нас артиллерийские. Я, конечно, понимаю, что я в них верю, но 12 7-минтровых орудий вряд ли равны 8-ю 11-дюймовкам, да, и еще куче диспомогательного всякого. Поэтому пытаемся отступить. Успех, отлично. Отлично. Так, у нас какие-то продвинутые башни, которые нам ничего не дают. Это тоже хорошо. Теряем мы 4 транспорта. Британцы теряют их 9. То есть, опять же, мы в плюсе. Корейцы хотят заказать себе 3 дзянья. Блин, корейцы, у меня верфи занято. Тупо, хотя... Хотя, ну как занято, вполне себе. 3 дзянья я могу вам построить. Не знаю, нафига они вам нужны, конечно. Ну, давайте, да, ладно, окей. Так, из Банглатеша в Бутан наступают британцы, а мы из Омана в Туркелл-стейтс. В Турцию, что ли? Так, смесь-ка Австралию. Австралию мы захватили. Ух ты, перед мы взяли. Десант вперед прошел. То есть, мы уже потихонечку ближе к нашему личному трешку. Так, давайте теперь сейчас либо Дарвин, либо Мельбурн. Ну, Дарвин здесь явно будет проще. Северную Австралию. Пойдем сейчас туда. Так, Британия. Где у нас тут? Мне нужны твои колонии. Морское вторжение. Улыбить провинцию. Эй, т-т-т-т-т-т-т. Особо некуда. Надо сейчас до Дарвина сначала дойти. Ну, справедливо. Негрегов пока не дошел до цели, да? Хорошо идем к Дарвину, без проблем. Почему на Дарвину? Потому что здесь у нас получается спорт только один, да, в Северной Австралии. Поэтому нам... Цель очевидна. Цель очевидна. Если восточный здесь еще вопрос, да, либо Брисбейн, либо Мельбурн будет, то здесь как бы все очевидно. Идем к Дарвину и будем выставку делать здесь. Будем здесь через один ход. Ну, поэтому я, пожалуй, подожду, пока не буду ничего нигде делать. Так, наши подлодки еще ловят 8 британских транспортов. Отлично топим их. Потопили один транспорт. Ну, неплохо, на самом деле, для подлода Курен-Первой мировой. Да, где-то посреди там... Ну, не посреди, получается, на входе в Малакский пролив потопить транспорт. Вполне себе. Вполне себе. Почему нет? Так, Адаманский островам-то мы там идем? Нет, что у нас там? А, не идем мы никуда. Так, а наши Легуаны-то могут как-нибудь пройти-то сейчас? Давайте попробуем. Да, могут, смотрите, могут. Отлично, вот теперь могут. Получается, наша же подводная лодка их не выпускала, судя по всему, вместе с британцами. Так, в Рангун, может быть, сходить. Тут вроде порт небольшой. Давайте, да, в Рангун сходим. Через ход они будут. Отлично, смогут поддержать нас через ход. Шикарно. Так, что там? Джабути у нас эсминцы идут. Идут где-то шикарно тоже. Ну, Диего, Суарес, очевидно, тоже идут. Но идти им там еще не скоро. Это печально. Ладно. Так, что у нас там по переоснащениям? Лунваны. Да, уже смотрите, у нас часть... О, вся четверка готова переоснащаться. Прекрасно. Ну, надо, надо. Давайте отправляем их на верфи. Так, у нас сейчас, скорее всего, будет по верфям уже перебор. Да, перебор с по верфям. Что же мы сейчас тогда с вами сделаем-то? Я даже не знаю. Давайте пока что, может быть, я даже приостановлю постройку на всех эсминцев. Потому что, как такие корабли, прям сейчас, опять же, не сильно нужны. Сейчас мне больше нужна мыранизация. И вот их я, пожалуй, приостановлю. И что у нас будет по верфям? Да, влезаем. Как раз 4-3 щитом нам зазорчики есть. Небольшой, отлично. Вот, пускай так-то им организируются пока что. Так, а что у нас по исследованиям? Медовинка не замедлялась сюда. Усиление корпуса, 6 месяцев. Совершенственная сталь. Ну, опять же, доступен Dreadnought 3. У нас уже доступен, у нас доступен даже уже 4-й. Это явно бак игры, опять же. Поэтому тут нам ничего особо не даст. Спецтехника, электрический рулевой привод 2-й. Хорошо, но тоже пока не нужно. Ну, в общем-то, пока ничего такого прям сильно особо интересного. Вот у нас в глубинке тип 2-й. Хорошо, но пока терапимо. Пока хотя бы у нас то, что есть, уже хорошо. Все, ладно, отлично. Мне это устраивает. Если баланс у нас пошел в плюс, по финансам, по транспортам у нас сейчас 31%. Был 28%. Давайте следующий ход. Так, война у нас продолжает. Вот даже хорошо. Здесь я бы сказал, что перегоры как раз у нас успешные. Так, и наш эсминец поймал британский лейнг рейсер Нортомберленд, класса Тайгер. 39 узлов. Боюсь, что эсминцы могут не уйти, у нас 37 всего. Это тоже наш синенький муэртис, который идут к Джабути. Пограмм отступить, нет неудачи. Ну, честно, вручную, я думаю, шансов у меня мало. На автобою шансов тоже мало, поэтому автобой... Ну, хотя, даже смотрите, на автобою, да, британец получил среднее повреждение. Судя по всему, какая торпеда-таки на Нортомберленд у нас попала. Не знаю, как это сделали, как это сделали. И смогли уйти дальше. Хорошо, молодцы. Так, британцы теряют еще дикую кучу транспортов. Мы потеряли всего два. Прекрасно. Так, Болгария, Лунван, не Болгария, пока нет. Советский Союз таки отбил наступление Германии в Польше. Прекрасно, причем с дикими потерями для немцев. Так, и отбил наступление еще раз в Польшу. Хорошо, ладно. Так, Злаоса мы начинаем наступление. Но сейчас, видите, сухопутный фронт стал двигаться. У нас, видно, логистика стала подниматься за счет осминцев. И наши сухопутчики стали как-то хоть немножечко атаковать. Да, то есть, вот это хорошо. Так, у советов с немцами здесь, да. Линия фронта не изменилась. Ну и хорошо. Ну и прекрасно. Меня это более чем устраивает. Так, что у нас сейчас? Ага, смотрите, британцы пытаются сейчас атаковать нам Австралию из Дарвина. Вот надо как раз сейчас делать такой десант в тыл, пока они войска двинули на линию фронта. Так, Северная Австралия, поехали. Да, высадка. Отлично. Отлично. Вот сейчас будем брать Дарвин. Я думаю, что мы возьмем с еще большой вероятностью. Так, что у нас там по поводу финансов по верфям? Прямо проходим. Отличный ей запас. Все. Подлодка у нас 9 транспортов поймали. Топим. Прекрасно тоже, да. Ну и пока все. Пока наш линкор идут к Рангуну, потом будем брать его. Видите, у нас сейчас получается уже в Желтом море, здесь, да, в Китайском море. Там везде все спокойно более-менее. То есть, оттуда уже британских рейдеров мы вымели. Вместе с захваченным Гонконгом и Хавеем. Вот в прошлом с Киевом это сделали очень прям в тему. Очень прям хорошо это получилось в 18-м году сделать. Поэтому тут наши цели пожилы, выполнены. Так, и плюс еще, что мы здесь... Да, вот эти турецкие штаты там вот захватываем. Из-за Омана идет у нас наступление. Ну, кстати, довольно неплохо идет, да, 9% уже. То есть, заход там или за два, не помню. То есть, ну, вполне себе, может, даже наша армия исправится сама. Так, ладно, пока что все. Давайте пока что снова следующий ход. И британцы опять отчаянно просят подписать насмеренный договор. Конечно же, нет, сражаемся до конца. Так, подводная лодка попала на наши ластынки Муэртаса, то есть, как в Дегу Суарезе. Ну, удачи тебе, подводная лодка. Ну, даже смотрите, даже убежали подводники у них. Молодцы. Так, Супер, Пирамелеса, опять поймали на 2 эсминца, Лас Синька. Отзываем, успех. Отлично, потому что мы загнули это без вариантов прям. Так, Болгария, 1 Сигизмунт. Не, Болгария, я строю только свои корабли. Так, провокация у нас испанцев. Ну, ладно. Ладно. Так, смотрите, когда у нас Британия посыпались в Ирландию, в Асфальт, там все. Ой, ой, Британия, тебе сейчас неловко. И самый плохой посыпалась Индией. Вот она сейчас сразу отделится, я не смогу ее захватить. Это будет печально. Пу-пу-пу-пу. Ладно. Ладно, посмотрим, что будет. У нас опять подлодки здесь, в Малакском проливе, кошмарят транспорта британцев. Топим. Так, и у нас высточка. Высточка у нас в Дарвине, да. И ожидалось. Успех. 45 процентов, да, хотя здесь, по идее, весь флот согнут. Давайте, может, два тихонейных крейсера поближе подведем. Может, никто считается на границе, не учитывается, потому что, ну, странно, что так мало. Но хотя мы тут перцы 29 процентами захватили, да. А тут целых 45. Казалось бы, куда же больше. Так, здесь два линкора, получается, действуют. Мне бы их чем-то перехватить, я только не знаю, чем. Два баяна, конечно, может быть, отправить-то на них. Но это не будет ли суицидным для баянов? Мне кажется, да. Дать вам лучше не буду так делать. Так, а наша ласт синька отправлю-ка я тогда куда? Так, кажется, к этим баянам, скорее всего, отправлю к двум. Давайте перемещаем сюда. Все, я думаю, что так будет хорошо все. Так, асминцы наши в Диаго Суарес, естественно, уже не зашли. Ну, кто бы сомневался. Давайте заведем их в ручную. Все, есть. Все, пока пускай будет так. Так, к баянам, асминцы у нас, естественно, тоже не дошли. Плохо. Давайте-ка, может быть, сейчас часть в Диаго, да, а часть все-таки я баянам, там, должен же дать. Я, в общем-то, давал, они почему-то не дошли. Давайте, три штучки, один ход, но надо, прям надо. Так, все, и пока снова на следующий ход. Вот, что-то, кстати, по организации лунванов, если не ошибаюсь, то тоже еще один ход остался. Нужно, может быть, остаться. Так, переоборудование, 67%, лунван, два месяца. Два месяца здесь вижу надпись, два хода, значит, осталось. Ну, что ж, подождем, подождем лунванов, потом-то восстановим серию эсминцев производства. А пока что давайте в май. Так, напряженности опять у нас меняются, французы со спанцами. Дрейк подошел к джабути, здесь наши два, опять же, эсминца. Вот тут, может быть, интересно, давайте поработаем вручную. Мне просто очень интересно, что смогут сейчас два наших эсминца, два наших английских эсминца против британского крейсера, причем сейчас против броненосного. Да, у нас мало топлива, это, конечно, минус. Но я думаю, что британцы на самом деле тоже не то, чтобы сильного много. Поэтому погнали сейчас навстречу противнику. Очень мне хочется испытать нашу эсминьку Муэртас уже, вот очень давненько хочу на них посмотреть в бою. Окупятся ли все-таки их идеи или нет, какого артиллерийского лидера. Противник северю у нас, эсминец, потихонечку падает все. Я просто, конечно, видимости еще, да, то есть, опять же, на какой дистанции противника обнаружим, ну, как-то довольно хороший, 9 км пойдет. Так, ход 24, у нас оптимальный 20. Давайте даже снижу пока 20 узлов. Так, страница давайте фугасный, бронебой мы явно не пробьем. И право на борт. Сейчас пройдем такой артиллерийский бой немножко с противником, может быть. Будут ли наши страницы попадать? Пока что точность хорошая, 9%, да, то есть, ну, для эсминца вполне себе. Так, и вот первое попадание есть, но заблокировано. Хотя бьем фугасом. Так, первый пожар, отлично. Слушайте, он накидывает прям хорошо, смотрите, да, попадание у нас следует. Вот, дымовую трубу сбили немножко уже противнику. Учитывая, что у нас эсминца, да, корабль маленький, противнику довольно тяжело у нас попасть будет, надеюсь. Ну, плюс здесь еще можем подбалривать тропедами его периодически. Тропеды у нас, получается, на 7,2 км и дебют. В принципе, мы сейчас идем к курсу на сближение. Дайте, у меня ход повышенный день на 24 узла все-таки, чтобы посложнее было попадать. И пока что можно отдать даже дымы. Если противник нас потеряет, то почему бы и нет. Ага, в итоге потеряли мы его. Надо было мне отдать дымы одному эсминцу, второму оставить. Ну ладно. Так, да, и смотри, противник пошел сближаться. Интересно. Ну ладно, давайте пока бьем его фугасами. Слушай, а можно даже бронебойками попробовать? Фугасами вроде неплохо получается. Кажется, для бронебоек угол неоптимальный, но вопрос, что-то мы с броней у британца. Так, давайте-ка, может быть, там тропеда. Попробуем пустить тоже, почему нет. Так, пошло у нас перевозил бронебоек и рикошет. Ну да, скажите, рикошет. Хотя, смотри, детонстропедных аппаратов сделали сейчас только что бронебойками. Ну, рикошетов, много рикошетов. То есть, да, куда-то в извиненную точку мы можем пробить бронебоем, но так будет рикошетов. Хотя, частичные пробития пошли, смотрите, да. Здесь мне, конечно, надо пингу давать сейчас фугас, у него угол самый неудобный, а вот этому вот же пингу бронебоя. Потому что он почти сейчас травер сбьет как раз. Так, торпеды, кстати, пока неплохо идут. Не знаю, противник их заметит, не заметит, конечно, в какой дистанции, но вот эта торпеда у нас имеет шанс на попадание. Эти-то, скорее всего, за кормой пройдут, это очевидно. Это у нас перед носом пройдет, а вот это, я думаю, что хорошо прям. Опять же, да, вот два эсминца, немножко разный угол пуска тропед, и противника сложнее уклониться, это всегда плюс. Треть спаданий, по-моему, пока что ни одного. Пока что. Так, ну, тропеда у нас пошла. Да, сейчас пока опять же подождем. Да, есть, смотрите-ка, выбили мы сейчас машины на двейку. И сделали довольно обширное затопление, слушайте, неплохо. Потому что ропеда противника явно проходит мимо, сейчас эсминцев скину ход, узлов на 16, наверное, чтобы перед носом прошли бы. Ой-ой-ой, тем самым дал возможность попасть по себе. Что печально. Так, надо сейчас делить не эсминцы явно уже. Давайте-ка сейчас же пинга вперед, 24 узла и влево. Пингу сейчас вперед и немножечко вправо. Дадим ему подышать. Конечно, один отсек всего лишь затоплено, не критично. Ну, так, тропед у нас прошли, все хорошо, бьем пока что противника. У нас еще минуту дымов есть. Дорогейка, видите, встал уже без хода, у него затопление, переборки сдают. Отлично. Даже за пингу сейчас скину немножко ход на 20. Да и пингу, ладно, не будут водить, пускай без бронебойки поддерживают. Затопление одного отсека, это настолько не критично, что ему охота поставили даже 17 пока что. То есть, в принципе, дрогейка сейчас без хода, можно просто отбежать, перезарядить ТА-шки, вернуться и накидать ему тропед. Потому что без хода он уже ничего не сделает, он даже не сминивирует. Ну, а так пока я бронебойка вроде неплохо его причёсываю, да? 25% потери. При том, что, да, это старенький тяжелый крейсер, я не спорю, броненосный крейсер. Но, смотрите, довольно опасно выглядит. Я уже не раз обращал внимание на этот проект. Это проект кого-то из вас, кого-то из игроков. Но вот бот я немножечко творчески переработал, конечно, убрав кормовую башню, тем самым получив продольное смещение. Но это явно проект игроков. И в паке он даже был, насколько я помню. Но сейчас ссылку на шиппак я уже не даю, потому что я с 1.5, я думаю, что мало актуально для вас. Сейчас же 1.6 всё-таки. Хоть и критикуют, но, тем не менее. Спасибо всем, кто принял участие, опять же, да, в наполнении шиппака. Пусть и такого не самого долгоиграющего, может быть, к сожалению, в этот раз. Но, тем не менее, вот видите, компания пригождается, да, компания бот эти проекты берет и их использует. То есть это здорово. Всё, засыпаем бронебойками. У нас, конечно, противник сейчас видит. Ну, ему-то, я думаю, что мало чего даст уже. Видит и видит, да и хрен бы с ним. Кстати, обратите тоже внимание, да, у нас, получается, первый залп был трёхтрубным у всех эсминцев, а сейчас у нас только две тропеды в запасе. То есть второй залп будет двухтрубным. Ну, опять же, эсминцы не про тропеды, эсминцы, а про пушки у нас. Слушайте, ну, дрейку накидывают хорошо. Да, не пробивают, но прям накидывают хорошо. Правда, и нам, конечно, немножко накидывают, бывает. Надеюсь, я уже совсем нагло действую, да, уже в видимости противника так нахожусь. Рано или поздно, не забывайте, скорее всего, накажут. Ну, скорее поздно, надеюсь. Так, давайте-ка фугасики. А, пройти не дал ход, смотрите, когда, вот как у нас бой-то изменился. Так, дайте-ка на фугасики, так тоже. Створились на 6 эсминцы, сейчас плохо, конечно. Так, пингу давайте немножко проверим на борт. Ну, в принципе, они сейчас все уже, видите, не особо прождены. То есть, зо пинг у нас вообще, получается, не имеет повреждения. Пингу имеет, но затопление он это качал. А фугасы, при расписке, когда дрейку пиливу, 37% потерь экипажа. Все, все, тонет. Мы его сожгли. Мы просто сожгли тяжелый крейсер. Броненосный броненосный, ладно. Тяжелый броненосный. Тем не менее, вот такой у нас дебют эсминца Фалас Синька Муэртоса. Мне кажется, довольно хороший, довольно уверенный, да, заявка. То есть, то, что хотели сделать, то и получилось. Эсминец способный бороться с другими эсминцами, в том числе крейсерами, да, там, новенькими, старенькими, плюс-минус, как бы, вполне себе. То есть, вот он это и делает. Покидаем. Так, хорошо, хорошо, прям. Так, Винентина хочет Лигуана. Не, Аргентина пока нет. Корейцы Сиги... Почему не хотят Сигизмунд? Неестественно. Или такой хороший корабль? Интересно. Так, США нас провоцируют. Ох, США. Опасно это, опасно. Не злите китайца. Так, что у нас, да, от Джабутита мы дошли, в итоге нет. Да, дошли, практически дошли. Давайте сейчас эсминцы отправим в порт, починим, может быть, их немножечко. Так, здесь надо прям точно прицелиться мне. О, вот так, все. Хоть какая-то защита у нас, получается, это уже критически важные точки есть. Потом бы сюда, конечно, какой-нибудь эсминзак, бэдрикрейсер поставить было бы неплохо. Ну, тут сейчас что имеем, то имеем. Так, Диего, Суарев, у нас эсминцы зашли. Давайте пополняем топливо, чинем там, кого надо починить. К Бареносу у нас эсминцы, очевидно, пришли. Тоже хорошо. Так, давайте Кабареносу, что-то подкинем, подгоним куда-нибудь, может, Дурбану, там, не знаю, или куда-нибудь. Дурбан, ладно, здесь большой порт. Ламу Мамбаса, может быть, Занизибар. Занизибар, давайте Занизибар захватим, что нет. Все, Бареносу, без толку стоят, а так, хоть что-то полезное нам принесут. Причем бы нет. Так, Дарвин 43%, у нас остался ход, ну, будем ждать тоже. Так, эсминцы у нас идет. Что, здесь эсминцы у нас идут? Здесь крейсера у нас стоят. К Рангуну мы подошли. Давайте-ка, по-моему, сейчас Рангун. Конечно, может быть, сейчас и Суши захватим, Бирму, но, может, не захватим. Зачем гадать? Зачем гадать, когда здесь порт 3-3 щитом всего лишь, и мы сейчас точно его возьмем, это прям без вариантов. Тем более, что здесь всего один. Так, следующий ход. Так, башенный кран. Минус 5 время постройки корабля, минус 5 недостатков корабля. Отлично. Хорошая технология. Аматол. Избрюли Аматол. Еще более хорошая технология. Отлично. Теряем 5 транспортов. Британцы теряют здесь больше десятка. И смотрите, очень много теряют немцы, кстати. То есть, судя по всему, советы сейчас прям тоже начинают прям какие-то дикое рейдерство. Молодцы, молодцы советы. Ничего не скажешь. Так, Трансваль победил Британию. Палестина там выстает. От Австралии, смотрите, кого не захватили в Дарвине. Вот это печально. Это печально. Ну, ладно. Попробуем еще раз. Так, топим подлодками. Что с франгуном здесь 100%. Ну, это логично. То есть, берем, берем. Опять же, у нас и суша продвижение 7%. Но суша это будет долго. Там ходов на 10 веселуха. В Бутанном атакуют нехорошо. Потом тоже делать десантом в тыл. Но это потом. Так, Нингерию мы атакуем. Ну, так себе пока. Так, и сама на наступление на 32% у нас проходит. То есть, хорошо проходит. Так, что у нас с эсминцем по топливу? Топлива 28%. Но это пока маловато. Я бы еще ходик подождал бы. Дал бы им пополниться. Так, и смотрите, у нас дуэль подводных лодок возле Цейлона. Но действие к этому в нашу пользу. И да, да. Е2 мы потопили. Наша 12-ая получила тяжелое порождение. Я бы, конечно, на ремонт бы увезти. Даже не знаю, стоит ли. Да, в целом не стоит. Потому что здесь у британцев особого подлодок-то нету. Для гир-дуэли. Так, а все равно сейчас с Австралией мы, получается, высадить не сможем. Да? Да, надо ждать еще один ход. Почувствовать, как у британцев плохое положение. Сейчас будет война скоро с Австралией, в Японии и из Испании. Вот это им накидают там, конечно, на душе. У нас потихонечку с французами портятся отношения. Ну, блин, французы. Давайте-ка мы чуть-чуть улучшим. Не хочу с вами воевать. Вообще никак. Пока не в тему будет. Пока не вывезут, скорее всего. Так, у нас с дюймовки МК-1 появится. Отлично. Так, бюджет на транспортов 48% уже тоже отлично. Что у нас по поводу логистики? Давайте посмотрим. Логистику я не посмотрел. Логистика 31%. Да, 31-то неплохо прям. Ну, конечно, не 100, да, там не 80. Но 31-то... Это лучше, чем 5%. Далее сколько у нас там было в самые худшие наши года. Эх, ладно. Так, британцы, смотрите, судя по всему, у нас в линкоре еще подзапилили. 6 линкоров у них есть. Будучи, по-моему, поменьше, да? Ну, ладно. Ладно, что есть, то есть. Что есть, то наше. Так, июнь 2017 года. Давайте пока дальше. А, стоп, не дальше. Не дальше. У нас же, скорее всего, построили сейчас Лунвана. Точнее, не построили, а переоборудовались. Давайте откатаясь минц сейчас вводим в строй. Это раз. Потому что фиг его знает, могут уже пригодиться, да? Так, возобновляемых есть. Все, засию и строится. Создал им ванн, отправить сейчас уже в дальнейшее плавание. Давайте берем сейчас, где у нас здесь. Где-нибудь здесь были-то на... Где-то у нас были здесь на... Вот, на агротонге, правильно. Все, берем все эту эскадру и давайте перемещаем эти корабли куда. Ну, давайте следующий по цепочке, тогда пойдем вот сюда. Строп от Калина. Берем их. Один ход. Так, ну, в Зеланде пока что попрощаюсь. Там-то даже маловато, конечно. Можно надеяться на удачу, но нет. Лучше возьмем здесь и потом пойдем, скорее всего, уже в Центральную Америку. Там это выглядит более вкусным. А Зеландия? Ну, сложно в Зеландии. Потом уж лучше по мере договора заберем, если получится. Все, следующий ход. Все пока хорошо. Я сейчас уже предвкушаю этот момент, когда буду после войны сгонять весь флот в какую-нибудь в одну провинцию, делать большой смотр, делать из шифо Минзаги, там, да, из старых крейсеров, все это фасовать по эскадрам, сделаем какие-нибудь силы обороны Австралии, там, да, силы, получается, Китайской Азии, да, силы, получается, у нас Тихого океана, сделаем Атлантики, туда, скажу, Северное море, то есть, блин, это круто, конечно, будет, но когда это еще будет. Да, надо сначала эту войну закончить. Давайте пока следующий ход. Так, опять британцы теряют транспортов, хотя не так много хотелось бы в этот раз, а мы зачем-то пророцируем, точнее, нас зачем-то опять пророцуют испанцы. Ох, испанцы. Испанцы хотят, похоже, одновременно вылететь с британцами и с нами. Мне кажется, надежный план. Как шутерские часы. Так, ладно, что у нас там по политике-то с испанцами сейчас сильно плохо, не сильно стало. Да, мы с ними даже, в общем, мы очень сильно, как бы, дружим, почти союз, не знаю. Так, а с французом у нас ничего не получилось, да, улучшить. Печально. Так, давайте, Британия, новое вторжение сейчас делаем в Северную Австралию, опять же, однозначно. Начнем с этого, да, как самого тяжелого. Вот, а потом тоже всякие острова. Так, и у нас опять подводные лодки, автобой. Смотрите, да, компания пошла дномичнее, то есть британский флот основные силы перемололи, вот, и, в общем-то, все. Дальше пошло уже по краскарту. По крайней мере, пока что в этой серии более-менее спокойно. Это даже хорошо, это даже меня радует. Так, ну и что, пока снова следующий ход. Пока нам нечего предложить противнику. Так, что у нас здесь напряженности неинтересно. Повышение стильности котлов хорошо. Ну, это пассивочка у нас сильнее корпуса. Ну, вот, по идее, новый дредноут. Но третий у нас давно уже есть, поэтому не новый. Да, вот сейчас, смотри, британцы теряют прям много транспортов, мне это радует. Я теряю всего лишь в 4 Арабском море, ну, там, ладно, там мне пока особо нечем воевать. Так, у нас лучшее отношение с французом не получилось. Встражение в Австралию у нас началось. Прекрасно. Так, и мы с вами захватили Бирму. Прекрасно. Прекрасно. Без всяких русхопутных там, да, движений. Бирма теперь наша. Так, ну что, идем дальше на Бангладеш, да. Читагонг. Хотелись, кашпорт очень большой. Либо пробовать, может быть, сейчас Индию. Здесь у нас Мадрас. Ну, тут, конечно, это наш еще больше, шансов еще меньше. Да. Бангладеш. Так, сколько здесь еще? 136 тысяч тонн. Жесть, конечно. У меня из кадра, по-моему, потом даже меньше, да? Да, у меня 100 тысяч тонн всего лишь. Нальше, несколько штоков флота противника нет. Плюс восстание. А можем вообще куда-нибудь сейчас в Индию сделать? Может быть, им нет? Нет, на этом ходу, смотри, мы вообще ничего не можем. Не дай забрать Адаманские острова спокойненько. А Индию уж там посмотрим, там видно будет. Давайте пока, да. Потому что Бутан не пытается продвигаться, но, судя по всему, не особо успешно. Тем более, потеряв Бирму, потеряв еще здесь нефть в ней, это, конечно, будет большой удар по их экономике. Надо продолжать их наносить, в том числе. Так, ну ладно, раз пока что у меня выставок новых сделать не можем, тогда и не будем. Так, лодку у нас срывались еще на эсминец. Да, и один из там дотопились, зараза. Так, давайте-ка сейчас на лодке мы переместим. Может быть, дадим им немножко передохнуть где-нибудь в Сайгоне. Да. Раз такое дело. Судя по всему, британцев эсминцы тоже расплывал вполне себе идут. Ну, ладно. Что поделать-то. Так, и наши эсминцы с Диего Суареза. Уже топливо пополнили до 78%. Вполне себе можно их выпихивать уже в море. Давайте так и сделаем. Мы сделаем сейчас, отправим их к Лигуанам на прикрытие штучки 4. 3, 4. Вот так вот отсчитаем. Все, перемещаем сразу же сюда. Ну, и остальные, что в следующий ход, чтобы не заблаговались, потом сюда отправлять к Австралии. Так, ну сейчас пока же следующий ход. Вроде бы ничего не забыл. Так, открытие нефти в Северной Колумбии. Ну, что ж, Колумбию можно поздравить. Скоро к ним приплывут авианосцы. Так, у нас, смотрите-ка, Диего Суарез вот хорошо оставил немножко нашла синенька. Одна пенелопа к нам пришла. Давайте-ка автобой. Хотя здесь класс латония. Что-то новенькое. Такого еще не видел, насколько помню. И сейчас вижу по характеристикам. Но лень, лень. Давайте автобой. Да, потопили мы его. Опять же, наши эсминцы потопили. Хотя у нас два... Нет, один эсминец получил тяжелый. Второе повреждение. Ну, вполне себе, ладно. Опять же, да, ассирийские эсминцы у нас, в принципе, себя вполне оправдывают. Это хорошо. Хорошо, что даже автобоя, получается, оправдывают вполне себе. Так, смотри-ка, Индию у нас захватила Индию. Ирландия захватила там Ирландию. Да, Индию у нас объединилась теперь. Ну, кроме Северной практически. Поэтому нам сейчас захватывает то, получается, только Бангладеш. Честно сказать, даже не знаю, нужно ли он мне. Может, пускай лучше индусы там берут. Потому что Бангладеш и нефти нету. Населения там будет много. Лишний геморрой с логистикой. Так, а что у нас? Да, Ирландия, смотри, тоже стала независимая. То есть, Белфаст остался за Британией. Да, Ирландия стала независимой. Ну, в принципе, старичненько, да. Кроме Шотландии. Ну, потихонечку Британия сыпется. И это радует. Может быть, получится вообще и выбить из игры. Я буду просто счастлив тогда. Хотя, конечно, лишимся хорошего бота противника. Ну, что есть, то есть. Так, ладно, давайте сейчас сделаем высочку туда, куда. Лунгвана, наверное, на островах, да. Чтобы они здесь не проставили просто так у нас. Так, вот тут 5000 тонн, да, поехали. Все, и будем потом ждать результаты. И, соответственно, сколько раз это Дарвин сейчас на следующем ходу возьмем, не возьмем. И потом там вот здесь еще Адаманские острова тоже брать. Адаманские и Цейлоны бы хотел взять. Вот Цейлоны, все-таки, индусам отдавать не хочу. Цейлона добрать мне. Ну, я так считаю, по крайней мере. Ну, поглядим. А, из Линдзибар еще тоже надо будет брать. Ладно, много всего надо брать. Давайте следующий ход. Так, опять у нас плохое управление британского мирового действия. Но их можно понять в глубинке, но старенькие 16-дюймовки изучились. Довольно большие, посредственность спортов в Бенгайском, в Заливе, в Арабском море. Ну, Бенгайский залив тебе неудивительно, да? Это тоже сфера наших влияний. Так, из Бельмана наступаем в Гладеш по суше. Ну, кстати, неплохо. Совсем неплохо, если возьмем. Так, что у нас здесь? Усилия провалились. Австралию мы не захватили опять. Ужасно. Ужасно здоровье на нас тут дела. Я думал, что захватим, но видите, нет. Пока не идет, зараза. Они наступают довольно успешно на суше. Как бы у нас сейчас Австралию не отняли бы. Надо бы с чем-то усилить, конечно, Лигуана перегнать, что ли. Не хочется. Ну, там наши хорошие. Много дадут, конечно. Так, а сколько Лигуаном сейчас идти до Дарвина, если так вот прям идти-идти? Один ход. Ну, давайте, да. Давайте, да, как раз в следующем ходу начнем ту новую выставку. Потому что Австралию хочется забрать до того, как британцы развалят, если подпишут мирный договор. Все-таки мне бы хотелось ее иметь у себя. Ниже не захватывал Австралию, как говорится, в этой игре полностью. Не скрою. Поэтому такая минутная слабость. Так, что у нас по корпусам, по финансам? Тонарш освободился, судя по всему, с эсминцами, наверное, строились, да? Нет, эсминцы строятся. Ну, может быть, что-то боцкое, наверное, строилось. После ремонта там все вышли. Хорошо. Так, что по исследованиям новенького у нас будет? Что-нибудь там интересного прям? Крупуса подводных лодок. Прибрежные минные заградители. Хорошо. Кстати, можно тоже сам Малакский пролив будет переградить. Крейсера у нас, получается, что здесь тяжелые. 15 тысяч тонн. Устреливает Armored Cruiser 3. Но нового пока что, судя по всему, нам ничего не дадут. Жалко, но ладно. Еще пока что ничего такого прям сильно критичного. Так, давайте пока следующий ход тогда. Электрические у нас привод 2. Хорошо. Тяжелые крейсера хорошо. Ну, все, что называлось технологией, у нас, как раз, изучилось. Так, британцы теряют, опять же, какие-то дикие поколанты из портов, как мы в самом начале войны. Так, у нас сейчас ситуация зеркальная повернулась. И плюс у нас еще подводная лодка здесь. Три наших лодки атакуют, опять же, конвой в Бангладеш. Давайте топим его. И потопили мы два из семи транспорта. Ну, неплохо. Неплохо. Так, морское вторжение. Что у нас здесь? Сто процентов 2 из 3. Прекрасно. Давайте сейчас, опять же, делаем вторжение в Северную Австралию. Пытаемся вот тревять с кадром ее проломить. Это должно получиться. Да. Сингапур я пока не полезу. Там шансов почти что нет у меня. Слишком большой тоннаж, поэтому нет. Вот суши может быть получится сейчас взять им Кашмирю все-таки 26%. Плюс суши мы вот эту берем из Омана, да, провинцию Абу-Даби, Дубаи. То есть у нас сейчас 74%. Смогут наши китайцы в Дубайске отдыхать. Хорошо, хорошо. Это полезно, это приятно. Так, а здесь что у нас? Британскую Восточную Африку. Ну, так пока, да. Пока так. Атакуем, но пока так. У нас здесь маленькие силы, всего лишь 700 тысяч человек против 13 тысяч британцев, поэтому в выступлении это тяжело, я понимаю. Так, ну что плюс, смотри, скоро возьмем Южную Африку. Кейптаун, Порт Элизабет, отлично. Прям вот это хорошая провинция, тут прям много всего. Норман, опять же. И отрежем британцев с Африки от портов здесь вообще. Тут будет шикарно и со всякими там вот этим вот в дикторе провинции можем делать просто все, что захотим. Это прям мечта. Хорошо бы, если бы мы это успели бы сделать до подписания мирного договора, потому что британцы прям скоро посыпятся и скоро нам боты его, к сожалению, заключить, скорее всего. Но надеюсь, что не прямо сейчас. Давайте следующий ход. Так, теперь опять на вражеской полуках пытается атаковать наши линейные крейсера. И здесь... Ничего себе, нам потопили. Нам Маньчжури потопили. Одна подводная лодка потопила линейный крейсер, сейчас увидели. Вот опять же, да, с минца я сделала, сплывала с глубинками, но они ушли не туда, ушли на Мадагаскар, к сожалению. Здесь у нас линейные крейсера остались без прикрытия, и вот к чему это привело. Минус линейный крейсер. Конечно, победных очков за него британцы получили мало, и да, линейный крейсер у нас трофея, но его не то чтобы, не сказать, не жалко, как бы, да, жалко, конечно, тоже. Тем более, что опять же, это у нас там наш к отражению Дарвина, но, блин, одна подлодка вот так вот. Зараза-то, а? Вот вам, да, и можно забить на подлод, знаете, на глубинные бомбы. Нельзя забивать на глубинные бомбы. Так, давайте сейчас справим свою ошибку. Диего Суареза отправим сейчас сюда побольше спинцев. Прям сильно побольше, да. Собственно, отправили тупо все. Тупо все. Все, пошли. Блин, вот так печально у нас получилось здесь. Конечно, отомстим сейчас на британских транспортах, хотя даже ничего не потопили лошара. Ну, ладно. Блин, печально, печально. Шанс на успех 88%, да, с тем линейным крейсером было бы нравиться там все 95%. Увы. Увы, так. Так, один плюс. Сейчас наш Лунвана захватили еще. В этом острове Тихом океане, да, одинокий. Давай сейчас отправимся еще по кошмарям британцев. Я даже не знаю, куда. На серию здесь у них нет ничего уже. Ну, реально остается только лезть сейчас в Центральную Америку. В Готумалу куда-нибудь. Конечно, не сильно мне это хочется делать, но что поделать. Либо даже, может быть, в Никарагуа. Ну, вообще, логично, наверное, начать в Готумалу. Давайте в Готумалу идем тогда. Один ход. Опять же, наши линкоры с величиной дальностью, поэтому придут это без проблем. И наши декабрь 18-го года. Давайте, как раз, сделаем раньше один ход. Я предлагаю эту серию пока что на сегодня закончить. У нас такой получился и спокойный, да, и динамичный, и одновременно жаркий 18-й год. И с потерями, и с боями, и с перестройками, и с организациями, да. Ну, вот как-то зацепили все. Благо, что хорошо, опять же, на суше. Такую мне это нравится. Мне это прям нравится. Правда, сейчас наш, наверное, на суше. Я думаю, что Австралию могут взять. Хотя нет, 66 пока держимся. Ну, в смысле, силы 62, потеря 67 тысяч уже. Капец. А британцы здесь 785 тысяч злых британцев, собственно, стоят. Неплохо так. Неплохо так. Ну, ладно. Давайте следующий ход пока. Так, опять потеря транспортов. Например, на равную трассу. Корейцы хотят 3 штучки Даньхена заказать. Ну, давайте, да, корейцы. Ладно, построим вам. Так, Кашмир был захвачен. Китайская империя. Отлично. Что, с Бутанем отбили наступление. Начинаем в Северную Индию наступать. Прекрасно там пошла армия. Судя по всему, какой-то китайский генерал там прям нормально расчехлился. Так, хорошо, хорошо. Что у нас подарено сейчас? 100% отлично возьмем. Так, и что у нас здесь по поводу Кашмир? Да, Кашмир мы взяли. Вот пошли в Северную Индию. Ну, конечно, Северная Индия не то, что мне сильно нужна, но то, что взяли в Кашмир, это приятно. Так, что у нас тут? 90% уже тоже. Так, по Африке 33. По Южной Африке 96. Давайте, ладно, еще один ходик сделаем. У нас, конечно, уже эсминцы достроились. Их было бы неплохо сейчас запихать. И давайте, конечно, в Шанхае я сейчас пару эсминцев отправлю как раз в Джабути, потому что тут у нас всего лишь два наших отельских эсминцев. Я бы дополнил бы как раз еще парочек тропедных эсминцев. Мне кажется, было бы неплохо. Но много сильно не будут отправлять, нет смысла. Но вот два тропедника я бы отправил. Тут они явно будут на своем месте. Как показывает практика, британцы там ходят, а пить их там надо. Все, хорошо, хорошо. И плюс у нас сейчас что еще? Выстка до Гутемалом пока так и не дошли. Давайте, может быть, куда-нибудь аппарат даже салам сделаем. Почему нету Занзибар? Надо же как-то двигать фронт, что ли. То стоять тут не очень вариант. Так, где у нас Британия? Морское вторжение. Да и броненосцы тоже блескнут в последний разок. Хотя нет, Гутемалт куда стук. Ну хорошо, пускай будет Гутемалт-то. Занзибар, судя по всему, у нас будет считаться опять же, да, вот Британская и Восточная Африка. Берем его, берем Занзибар, я так понимаю. Ну ладно, хорошо. Давайте еще один ходик. Хорошо, до февраля 19-го. Следующий ход. Ох, ничего себе. Вот это я сделал. Последний ходик британцев, судя по всему. Бросили просто все. Просто все на карту. Два наших Баяна. Троечка Лос-Синька Муэртес. Точнее, двоечка Лос-Синька Муэртеса с Джеки Чан. Попались тут на дикую кучу просто линкоров британцев. Тут шансов нет. Надо отступать. Либо так, либо ручную. Успех. Успех. Отлично. Потому что здесь я просто со мной-то не заметил. Так. А здесь у нас получается, наши перемещающиеся эсминцы нашли тяжелый крейсер Ланкастро. Опять же, класса Ланкастро. Главной корабль, да. Судя по всему, какой-то современный, уже тяжелый крейсер. От 129 узлов. По пушкам. Две однородейки 261 миллиметра. Две однородейки 134. 22 119-мм орудия. Довольно много, на самом деле. То есть как раз то, что надо против эсминцев, да. По идее-то. И эсминец Харди. У нас, конечно, эсминцев здесь хватает. Знаете, она пройдет этот бой еще. Интересно, чем закончится. Битва. Так, вот, да. Британцы за полгодика передохнули. Свои силы восполнили. Починили. И пошли пытаться, опять же, ломать мои позиции. Пошли пытаться как-то дать мне бой за Австралию. Ну, что ж. Давайте попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Так. Вся пятерка это хорошо, но столько мне не надо. Давайте свободно нормальные интервалы. И два эсминца я, пожалуй, соединю и пойдут у меня отдельно. Так. Ход пока в 36. Сближаемся. План сейчас на бой такой. Сближаемся. Можно ближе к тяжелым крейсерам. Даем пуск панему тропедами. Вот. Дальше добиваем. Добиваем чем получится. Причем, опять же, у нас будет сейчас... Три эсминца будут обеспечивать, а два эсминца будут уходить в атаку. Конкретно. Ну, давайте посмотрим по расположению, конечно, противника. Может быть, наоборот. Смотря, куда он пойдет. Все, пока идем. Ага, вот у нас уже и эсминец противника пошел. Так, троечка. Давайте я искалево-набороть. Сейчас даем залп, снижаем ход до 30 узлов. Двоечка пошла у нас прямо. По-моему, тропеды вряд ли пойдут. Тоже 30 узлов. Бьем этого харди. Это харди у нас эсминец. Засыпаем мы просто количеством снарядов тут диким. Да, вот видите, опять же, у нас те, кто в маневре не попадают, это логично, но двоечка, идущая прямо, сейчас накидывают там прямо от души фугасами. Хотя и эти даже подачи начали тоже внутри попадания сделали. То есть, опять же, да, наш лидер вполне себе толпой он тут закидывает. Дружную толпою. Че, попадали, зараза, почаще, да? Это гадко, что сейчас может... А, стоп, так это вот крейсер. Блин, я думал, это эсминец, где же кто-то у меня вышел. Смотрите, это крейсер их вышел от харди, ой, не харди, а лонкастер. Офигеть. Ну, слушайте, нет, все-таки не тяжело, это броненосный крейсер, опять же, что-то такое баяноподобное, да, ну, баян, я имею в виду, опять же, наш броненосный крейсер, который я, допустим, чисто за внешку очень сильно люблю, который мне нравится, я думаю, будут... Я думаю, это уже поняли, да, потому что я довольно часто про него вспоминаю, когда вижу такую компоновку подобную с аналюдейками на носу на корме. Вот, так, так а что я туда шарахаюсь-то? Я думаю, сейчас мои тропеды пойдут. Они, конечно, может, и пойдут на скрейсер, надо там пускать своим тропеды, что ли? Давайте, как тропед на норму, тогда дымы. Тогда дымы, тогда дыма. А я думаю, блин, что мы так плохо пробиваем-то? Вроде сменимся, вроде бронебойки влетают, а что-то это... Так, все, тогда давайте вам дымы и тропеды. Вам пока не дымы, вы пока еще идете сближаться. 36 узлов, лево-наборот, потому что, скорее всего, будет от врача тоже влево. Мы как раз, может быть, ему в подбойный борт накидаем тропед. Ну, или что-нибудь другого накидаем. А может, просто сожгем его по чертям, потому что пожара довольно много у него. Так, тропед у нас пошли, прекрасно. Рикошет за рикошетом, ну, что поделать. Так, на тропеды вряд ли попадут. Вот этим может быть, конечно, еще, да. Здесь два промаха явно. Хотя, хрен за, может, и не промаха. Так, тропеды по нам пошли, да. Давайте-ка пока по быстренькому харди в море в топчем, чтобы он уже не мешал. Так, с минцем ход 0. Немножко притормозим, пропустим сейчас как бы его. Видите, тропед много пошло тут уже. И то у вас синька сейчас может ее получить. Не хочет тормозить всю колонну, но, блин, надо сейчас что-то делать. Начала с синькой, да, у вас тропед точно получает. А я бы не хотел сейчас рисковать с минцем. Давайте сильнее право на борт и все-таки реверс... О, блин. Да, проскочил нормально. Так, реверс отпускаем и вперед. 27 узлов. Можем снова дать паузу. Так, блин, у нас получилось минц... А-а-а! Одиннадцать минц тропеду получил. Вот не досмотрел я. Не тропеды выключен, да? А трейсер пошли близко, пока он отвлекся. Ладно, давайте нас сейчас пустим таки по нему тут уже. Красивый тропеда так вряд ли получится. Запорол тропеда так, укрой, число вкратце. Так, ладно, ладно. Улегся немножечко. А момент был хороший. Протоковал бы вовремя, вот было бы хорошо. Но вовремя не протоковал. Так, ход давайте. 28 узлов. Перед чешем, 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 ребятки. Даем ход. Называется, уклонился от тропеды, да? Так, а у нас тропеды здесь что-то пустить уже, к сожалению, нет. Плохо. Так, тут тропеда мы, конечно, пустили, но пустили кривые тоже явно никуда не попадем. Сменинство надо уводить. Ему хана. Пока еще не хана, но скоро будет хана, если не уведем. Прикроем его дымами. Так, огонь покажет всем по харди. Давайте харди вынесем к чертям. Вот он задолбал тут уже. Так, а пока он немножечко на открыть, чтобы отойти. А то тут это. Так, сейчас мы получим еще одну тропеду, очевидно. Да. Блин, самое такое, что в харди тропеды попало, не взорвалось. Алиэкспреста. Да, обида, что артиллерийские эсминцы противника изматривают тропедами. Е-мое, задолбали выпускать. Что за тропедный крейсер, я не знаю. Волкас, насколько тропед вообще. Откидывает со всех бортов, судя по всему, да? Так, дайте-ка по харди бронебойщиками сейчас. Тут упором он втыкаем. Слушайте, ну еще и таранит. Вообще жесткий. Так, еще и рули выбил. Так, ладно, давайте по канавке. Ну мы, конечно, топим тоже, да, харди, понятно. Но он сейчас верится в корму нашему эсминцу, и я боюсь, что это бьет его. Блин, будет сам первый потерянный ластенька Моритас. Он потерянный по моей глупости. Здесь очень плохой микроконтроль в этом бою и получился, поэтому тут... Хотя смотрите, да, вот наш сряд сряд пробивает ланкастера. Корму мы пробили только что. Офигеть. Да, пошло столкновение у нас и британец, и наш Гуан Куайо тут. Блин, ластенька Моритас тоже получила затопление. Но тут не критичное пока что. Так, не критично, надо сейчас нам ход увеличивать, а то нас тут добьют. Давайте, 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 вперед, вперед, вперед. 35 узлов, погнали. А харди, смотрите, переехал наш эсминец и пошел дальше, гад. Как будто ни в чем не бывало. Так, бронебойки, надо топить его, топить его, давайте. Ластенька. Топим. Так, тут эсминец 6%. Кстати, может еще даже вытянет, если немного падает, не получит, то вытянет. Может быть, это не точно. Так, британцы, мы сейчас немножечко харди попробиваем. Хотя тоже даст с такой позиции, чечечное пробитие. Интересно. Пояс всего лишь 18 ммм, как так? Непонятно. Так, ладно, лево на борт. Здесь давайте, товарищи, развлекаемся пока с крейсером. Не столкнитесь только там. Так, огонь по харди, по харди. Почему не бьем по харди? Бейте вот по этому харди уже. Попали-то в него хорошо. Повезло ему. Держи, 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 можешь еще уйдешь. На свадьбу заживет, как говорится. Давай. На нашу без затопления. Так, харди затопление мы сделали. Отлично. Попадают наши страницы с ммм в него. Так, нам только подальше от крейсера пока. От этих крейсеров, видите, понимает, лупит как раз по нашему спинс, по битому уже. Так, ладно. Эй, затопление. Затоплена уже часть, нет? Да, затоплено уже, повезло пока. Давайте кормой повернемся. Скоро и так уже затоплено. Там хуже уже не сделают, поэтому. Вот харди, когда надо добивать. Так, ладно, пока на x3 поставлю. Да, интересный бы получился, конечно. Ну, интересный за моей криворукости сейчас конкретно. То есть, сам пройти не действовал так себе. То, что я криворукий, это да. Ну, я опять же сейчас делаю вывод, что на вас синька даже по эсминству надо бить бронебойками. Фугасок это толково мало, а вот бронебойки и крейсеры пробьют, и эсминец потопят. Прям многофункциональная фигня. Там, ладно, скорее всего, но сейчас у нас крейсер не получил торпеду, что видите, он пустил их, да, пустил. Вот, вижу, куда. Так, надо бы отойти, то до дымов у нас 3 минуты еще довольно долго. Все, догоняем, давайте сейчас двух бортов им навешиваем. В принципе, эсминец у нас пока что отходит еще, да. Пока что еще может, видишь, не потонут. Знаете, когда же пока что ход ему ноль сделаю, что там у нас переборки не снесло к чертям. Потому что экипаж хотя бы с ним нормально так. Все, давайте. Все, что, честно, у вас синька я бы построил бы еще штук 20. Давайте идти, уклоняемся, 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 потому что это может быть не одна. Нормально все пока вроде. Уходим теперь, так и бронебойки. Он ли бронебой. Бронебой only. Да, Flashfire, смотри, довели 90 крейсер для Flashfire. Правда, только одна башня улетела, но все приятно. Волка-то затопление на своей конечности полное. Вот так вот. 6 по 130 на борту, это сила. Британские бронебойки к вечерам не будут соврать. Накидываем от души ему тоже. Так, пока тоже отключу тропеды. Волка-то, в общем, почти хана, добить ему еще один отсек, и все. Мы это сделаем. Так, дадим дымы еще, давайте. То есть он готов пускать тропеды, смотрите, практически по нам, да? Судя по всему, мы совали бы кремовой, там аппарат кремовой, по-моему, поэтому не так важно. Так, здесь у нас сменится сильно далеко от. Ушел на полном ходу. Так, лангкад, ну давайте пробейте его затопить уже. Давайте сейчас на другой борт переложимся. Так, у нас тропеда почти готова. Сейчас давайте на встречном курсе, пустим по нему кучу тропед, просто добьем его вот это уже. Закончил с расстраиванием тяжелого крейсера. Хотя он готов, смотрите, по три репки готов по нам пустить. Не хотелось бы, чтобы мы нарвались бы на это. Посмотрим, ладно. Так, все, давайте, пускаем репки. Вашли тропеды, все, она сейчас лангкастеру. Финиш хим, есть, все три. Прекрасно. Ну, опять же, лосинька молодцы, я не молодец, я вот так скажу сейчас. Но в целом бой хороший, даже ни одной эсминцы мы не потеряли, но это, конечно, нам больше повезло. Ну, а так, а так вот так как-то, все хорошо. Так, ну что у нас тут дальше-то? Дальше надо заканчивать, конечно, серию, да, как я уже говорил, но тем не менее. Да, Южную Африку мы захватили, прекрасно. И мы начинаем все захватывать дальше оттуда. Пойдем уже с юга на север. Британцы, три, там еще одну провинцию, отлично. Так, что у нас здесь? Конвой и два вторжения. Конвой у нас Блейк против двух крейсеров. Давайте я на автобою попробую провести его, и не зря. Медея ему потопили, отлично. Так, и два вторжения. Дарвин у нас с три и четырех. Ну, шанс на успех, смотрите, как резко понизился. Был там восемьдесят восемь, стал двадцать четыре. Почему? Потому что британская эскадра подошла сюда с кучей линкоров. Ой, плохо. Это плохо. Это очень плохо. Так, эсминцы, давайте-то все-таки, да, доходим. Один ход, надо, надо сейчас поддержать наши крейсера. Так, еще одно вторжение у нас получается в Гватемалу. Ну, здесь сто процентов успех. Здесь он, ладно, справится с трех ходом. Прекрасно, все. Февраль 1919 года. Давайте пока на этой ноте мы, я думаю, что завершим. Да, опять же, захватили Южную Африку. Захватили здесь немножечко островов. Захватили Австралию вторжение и сделали наконец-то. Хотя, судя по всему, ее мы сейчас потеряем. Если сейчас северную мы не берем, то южную, точнее западную, получается, мы потеряем. Потому что уже больно. Здесь у британцев много сил, видите, уже почти полтора миллиона. Видать, не просто так эти линкоры сюда пришли. Не пустыми они были, да. Они, видно, провели с собой транспорта, которые сейчас резко способствуют обороне Австралии. Ну что ж, что поделать, бывает, война, противник немножко нарушил наши планы. Но в целом, в целом, пока что все хорошо, все удачно складывается. Да, если еще пару сей назад у нас было плохо с экономикой, со всеми делами, то сейчас у нас уже 63% это спартам. Это против 3%, что у нас было там, да, на самом дне, когда мы находились. У нас достроились эсминстропедные. То есть вот все у нас сейчас нормально. Плюс-минус. Ладно, все. На сегодня все. Буду я сохраняться. Всем вам большое спасибо за просмотр. Опять же, пишите комментарии, как вам компания, как вам сейчас серия, как вам версия 1.6. Тоже напишите, мне очень интересно. Ну и всем до встречи уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok